Имущество должников судебные приставы изымают ежедневно, но далеко не всегда полюбовно. Особенно непросто приходится, когда речь идет о многомиллионных суммах. Работа над очередным исполнительским производством превратилась в силовое противостояние госслужащих и бизнесменов. Из строящегося здания на Лежневской приставы должны забрать в счет погашения долга крупногабаритную технику. Но единственный путь прогородили внедорожникам неизвестное. Торона должника препятствовала вывозе данного имущества за пределы территории. Имущество, которое описал пристав-исполнитель, это траволатры, которые должны были быть установлены в данном здании. Данное здание находится в стадии строительства, то есть это должен быть торговый центр. Неизвестные лица, вероятно связанные с должником, заблокировали подъезд к объекту. Когда приставы прибыли исполнить решение суда, представители должника вели себя агрессивно и даже угрожали. На помощь подоспели сотрудники полиции и госавтоинспекции. Поначалу мужчины, охранявшие здание, уверяли, что не имеют отношения к припаркованному авто. После предупреждения о том, что машину уберут с помощью спецтехники, внедорожник отогнали. Для сохранности имущества нам потребовалось вывезти данный имущество с объекта недвижимости. Значит, неизвестное нам лицо воспрепятствовало, после чего был вызван патруль. И сейчас мы глубокополучно это имущество вывозим. По предварительной оценке стоимость арестованной техники около 15 миллионов рублей. На то, чтобы отсудить крупную сумму, у истца ушло больше года. Бывший бизнес-партнер повел себя не по-джентльменски. Задолжал, да еще и периодически угрожал. Мы вели бизнес, а потом отношения не сложились. И получилось так, что человек задолжал мне крупную сумму денег. И поэтому приходится прибегать к мере судебных приставов. У информации судебных приставов сам должник сейчас живет за рубежом в Турции. Его представители решение суда оспорили, но проиграли. Понимают, что имущество отдать все-таки придется. Претензии есть к работе судебных приставов, которые, по их мнению, недобросовестно выполняют свои обязанности. А вот то, как это делается, мы, естественно, будем оспаривать. И на всех данных, вот, ребят, кто толкался, и кто был ангажированный, кто вот сейчас, видите, покидает, не вручив нам ни одной бумаги, естественно, мы будем писать жалобы и просто все управление за это. Почему? Потому что, ну, мы считаем, что им, их как-то заинтересовали. Наверное, чашкой чая угостятся. Пока представители должника намекают на личную выгоду судебных приставов в данном производстве и обвиняют госслужащих в коррумпированности, полиция составляет протокол на водителя, который преградил дорогу автомобилем. Это, между прочим, административное правонарушение, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.